я установил таким вот образом они у меня в дороге не упадут и мы одновременно будем видеть километраж на автомобиле километраж на часах и вот у нас показывают путь который мы прошли оно так и есть всю дорогу мы ехали по прямой видите вот слева это начало пути слева где вот эти загигулины вот а потом мы ехали всю дорогу прямо на часах сейчас нет подсветки это экран рефлективно он всегда отображается в любое время привет я купил такие часики сейчас будем проверять их как они измеряют дистанцию это amazfit видите да это типа от сиони mi band но это не mi band 3 это просто отдельные часики потому что третьими банк будет позже сейчас мы будем проверять на измерение дистанции и часы имеет встроенный gps как я сейчас как раз сижу в автомобиле я тут сбросил одометр по нулям видите да в телефоне у меня gps отключена специально часы имеет встроенный gps и сейчас мы будем запускать я подхожу покажу в краткости как одну из функций вообще тут функции таких дофига вот сейчас вы видите 40 процентов показывает и 40 процентов короче говоря где-то за три дня пять процентов ушло вообще очень мало показывает погоду день недели дата в общем вообще все класс мне очень нравится часы не пришлось снять руки потому что неудобно настраивать и так сейчас я вам пришло сообщение прикольно и так сейчас вам покажу одну из функций а тут функция дофига потому что он еще и пульс изменяет это вам попозже расскажу в общем если мы нажмем долго вот эту кнопочку то у нас запустится тренировка но чтобы эта тренировка запустилась по умолчанию покажу как вам это сделать какая именно тренировка для этого мы у нас секундомера нечаянно включил так для этого мы заходим вот в настройки и вот здесь вот есть пресс-бутон нажатие по долгой кнопки ведь ездить бег дорогую дорожка да потом велосипед ходьба и ничего не делать а это выключить и скорее всего да вот мы значит сейчас выберем наверное вел велосипед вот так вот велосипед вот я выбрал велосипед и назад и у нас сейчас давайте проверим осталось велосипед да еще осталось и вот смотрите как мы сейчас все настройки сделали мы сейчас значит жмем вот эту кнопку и сейчас у нас запускается тренировка на часах сейчас нет подсветки это экран рефлективный он всегда отображается в любое время суток но ночь если надо кнопочку нажимаю вот так вот и вот включается подсветка и так сейчас долгим нажатием мы включаем нашу тренировку все поехали кроме измерения километров он также запоминает точки gps и может вам показать на карте где вы бедали и так же он запоминает высоты то есть какие были максимальные минимальные высоты какие вы преодолевали да так сейчас мы остановились на светофоре вот здесь он слева показывает среднюю скорость наверное сейчас мы разгоняемся и вот у нас сейчас средняя скорость ведь она увеличивается то есть средняя скорость это считается с момента того как мы поехали а не такая что типа последние там какие-то там 5 секунды сейчас мы останавливаемся на светофоре кстати запись идет на леново p2 по часам мы проехали один сорок четыре километра и на автомобиле один и три километра вот 102 увидите пока 101 это скорее всего качество спутниковой связи да потому что явно это не пульс и вот сверху это сколько времени у нас прошло сколько мы уже едем и так мы сейчас мы трогаемся с места вот сволочи на красный едут уже нам мне уже давно зеленый горит понимаете и вот чтобы эту проблему решить со светофорами чтобы на красный не ездили необходимо просто светофоры поставить на расстояние 100 метров от перекрестка тогда возможно что-то изменится в общем надо как-то правило менять если у нас наказывать не умеется такие дела значит надо менять правила да спонсором этого видео является бортовой компьютер динго динго это универсальное устройство которое можно поставить в любой автомобиль измерять остаток топлива в литрах газ либо бензин либо одновременно газ бензин неважно также такой же приборчик стоит у меня в доме который измеряет температуру теплоносителя так проехали мы два километра у нас вибрирует до что проехали два километра и со средней скоростью 21 километра в час до и сейчас дальше мы поехали уже третий километр да кстати вот так вот выглядит бортовой компьютер динго который мне стоит сейчас в баке говорит 23 литра газа осталось вот так же можно посмотреть так термодатчики не подключил от напряжение бортовой сети показывает и часы также на борту имеется в общем все ништяк рекомендую пользуюсь ему уже наверное пятый год до 5 год он у меня уже стоит и ни разу не ломался ссылочки все ссылочки в описании так сейчас мы стоим на светофоре у нас красный горячо на смотри здесь 2 и 2 километра и на часах 2 и 2 километра то есть все четко поехали сейчас когда мы приедем я вам покажу график какой он нарисовал у нас где мы ехали по кодороге дорога у нас была практически прямо и вы сейчас это на графике увидите сейчас мы будем опять тормозить на светофоре осталось ехать немного пару минут вам же все интересно досконально смотрите как четко там 2 и 9 там 2 и 9 колеса на машине у меня стоят размер тот который нужен то есть измерение на автомобиле происходит правильно вот говорит три километра приехали видите здесь 2 и 9 практически сейчас будет три тоже и так мы приехали давайте посмотрим наши результаты так у нас как бы давай доставайся так здесь вот на машине 33 километра показывает три километра до тоже поехали 3 километра все одинаково четко здесь у нас 43 километра в час средняя скорость до получается так спалился чуть так здесь у нас высоты 43 метра 1 на самая минимальная высота сам максимально 23 метра мы поднимались сейчас у нас высота наверно 214 метров я еще в это дело не вникал а вот здесь вот средняя скорость падает у нас 19 метров час в общем я это дело впервые надо разобраться с этими параметрами но штука классно вам скажу и вот у нас показывает путь который мы прошли оно так и есть всю дорогу мы ехали по прямой видите вот слева это начало пути слева делать эти загигулины вот а потом мы ехали всю дорогу прямо следующем видео я вам покажу небольшой такой обзор да такой знаете light обзор и потом уже будет такой мощный обзор что касается по всем параметрам часам расскажу погоду берет из телефона сейчас погода реально минус 10 а вот сколько раз проверял четко все сходится аккумулятором все очень долго держится сейчас так как мы пользуюсь gps приемником у нас аккумулятор разрядился побыстрее потому что gps очень быстро тратить ну ладно здесь много чего могу рассказать могу рассказать о том что допустим вот это вот режим чтобы когда вы засыпаете часы видят что вы уснули чтоб они не вибрировали них вот здесь вот датчики есть сердцебиение такие часы можно купить в районе 65 70 долларов на алиэкспресс я покупал ссылочка вот в описании также ссылочка будет на вот этот замечательный прибор динга который измеряет литраж в баке пользуйтесь не забывайте задавать вопросы в комментарии под этим видео по поводу этих часов потому что основываясь вот этими вопросами я буду делать основной обзор на эти части благодаря вашим вопросам этот обзор будет более полноценный также не забывайте проходить на канал спонсора это портовой компьютер динга разработчиком который являюсь я у него есть канал на ютюбе у меня их 4 канала и пройдите посмотрите там очень много видео как он работает как его оттенавляет в общем все с чем вы едете пока до новых встреч а